Здравствуйте друзья! Скажу честно, что я приступил к созданию этого видео с большим энтузиазмом. И не только потому, что герой обзора является сам по себе очень интересным устройством, но и по той причине, что он является уникальной украинской разработкой. Речь пойдет о универсальном ZigBee координаторе SM-Lite SLZB-06. Напомню, что это центральный узел сети, который осуществляет управление всеми остальными ее участниками. В свое время я делал обзор на его предшественника SM-Lite SLZB-05, ссылку вы найдете в описании. Эта модель является логическим продолжением серии, вобравшая в себя все наработки и знания не только по аппаратной, но и по программной части, которая кстати тоже разработана специально для этого устройства. В отличие от аналога, в SM-Lite SLZB-06 собран на основе не отдельных готовых модулей с чипами, а на базе самих чипов, то есть это совершенно самостоятельное автономное устройство. Работа по локальной сети дает возможность физически разнести координатор и сервер, а также одновременно использовать несколько координаторов, создав разные ZigBee сети, объединенные одной системой управления, что будет актуально для больших и многоэтажных помещений. В обзоре я еще раз покажу процесс запуска второго экземпляра ZigBee to MQTT на сервере, где он уже запущен. Перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Модель SM-Lite SLZB-06, тип устройства, координатор для ZigBee сети. Интерфейсы Ethernet 100 Мбит, Wi-Fi 2.4 ГГц, ZigBee 3.0. Вместо ZigBee можно использовать Bluetooth, например как прокси сервер для SP-Home, но в этом видео я не буду поднимать этот вопрос. Питание USB-C или Power-Over Ethernet EFFF802-3AF, ZigBee Module CC2652P, Управляющий контроллер ESP32, USB UART Converter CP2102, Ethernet LAN 8720, Размер без антенны 160 на 24 на 28 мм, Антенна плюс 5 децибел 195 на 12 мм. Поставляются устройства в коробке с фирменным дизайном от SM-Lite. Другие мои обзоры на их устройства вы можете найти в описании под видео. Замечу, что производитель с большим вниманием относится к своему продукту, это видно даже в мелочах. Сзади указан номер модели и базовые характеристики, про которые я уже рассказал. Также тут перечислен комплект поставки, про который я отдельно скажу несколько слов. Вот так выглядит содержимое коробки. Как видите, все продумано. Где нужно, сделаны крепления, по коробке ничего не болтается. Доехало все в полной целости и сохранности. Срок доставки зависит от вашего местонахождения и торговой площадки. Все места, где можно приобрести устройство, перечислены в описании под видео. Теперь о комплекте поставки. Кроме координатора и внешней съемной антенны к нему, в коробке нашелся шаблон для разметки крепежа. Сам крепеж два небольших самореза, отвертка к ним. Кроме этого, есть две пластинки двустороннего скотча, которые можно использовать вместо саморезов. Еще одна приятная мелочь, переходник с microUSB на USB-C. Например, если у вас есть лишний блок питания с microUSB, который вы хотите использовать для питания устройства. Координатор выполнен в виде довольно длинного 16 см без антенны стика. За счет этого он получился очень узким, чуть более 2 см. Антенна добавит еще почти 20 см, но ее можно повернуть под углом в 90 градусов. Корпус, созданный специально для этого устройства, имеет множество отверстий для вентиляции. В верхней части находится кнопка, которая переключает режимы работы Ethernet и USB. В режиме USB дополнительно загорается синий светодиод. Для настройки Wi-Fi нужен веб-интерфейс, так как необходимо будет выбрать и ввести параметры для подключения. Обратная сторона имеет по краям специальные выемки, которые предназначены для установки на комплектные саморезы. Таким образом, координатор можно легко и быстро снимать и вешать. С одной из боковых сторон расположен разъем USB-C, который можно использовать как для питания, так и для обмена данными. А можно и вообще не использовать в Ethernet режиме с питанием в режиме PoE. Для разборки корпуса нужно поддеть чем-нибудь плоским нижнюю крышку. Она держится на защелках. Все достаточно надежно и при этом нет особенных сложностей с тем, чтобы ее снять. Как я сказал в начале, тут используются не готовые модули с чипами вроде тех, что продаются на Алиэкспресс, а сами модули на специально спроектированной плате. ESP32 и CC2652P с закрытыми металлическими экранами. Задняя сторона. Сборка осуществляется в Китае на заводском оборудовании. Все собрано качественно, готовое устройство обязательно тестируется. Еще один ракурс на плату специально для любителей разборок. У меня никаких претензий к качеству сборки не возникло. Специально для этого обзора производитель мне прислал фотографии с снятыми экранами, кому интересно. Еще раз крупным планом. Для того, чтобы понять уровень потребления энергии, что может пригодиться для того, чтобы подобрать источник бесперебойного питания, я подал питание через USB кабель с встроенным ваттметром. Потребление изменялось в пределах 1, 1 и 1,1 ватта, что позволит питать его даже от самых простых бесперебойников в течение долгого времени. Ссылку на такой кабель я также оставляю в описании. Я заказал себе около десятка таких, оказалось очень удобно для зарядки гаджетов. Координатор с подключенной антенной. В этом случае она повернута к устройству перпендикулярно. Желательно ориентировать ее в пространстве так, чтобы антенна располагалась вертикально. После подключения кабеля, координатор получил адрес от роутера, в моем случае это 192.168.0.214. Перейдем по этому адресу и рассмотрим веб-интерфейс. Для Samlite SLZB 06 разработан свой веб-интерфейс. Он автоматически адаптируется в зависимости от того, на каком устройстве он открыт. В данном случае это десктопная версия. Первое окно статуса делится на 4 части. Первое отображает состояние устройства. На этом скриншоте еще нет подключенных клиентов. Здесь уже есть один подключенный клиент, в роли которого выступает ZigBeeToneQTT. Кстати, еще один плюс сетевых координаторов, их могут использовать несколько серверов одновременно. В других частях этого окна отображаются данные о сетевых интерфейсах и чипах ESP32 и CC2652P, включая температуру и состояние памяти. Второе окно. Тут выбирается режим работы, их напомню три. Ethernet, Wi-Fi и USB. Проводные можно переключать и тут, и кнопкой, а беспроводной только тут. Затем следует выбрать беспроводную сеть и подключиться к ней, введя пароль. Есть возможность управлять светодиодами, может быть такое, что кому-то не нравится, когда они светят. Еще одна мелочь, призванная для повышения уровня удобства использования. Далее настройки сети. Тут по умолчанию включен режим автоматического получения IP-адреса, но можно и ввести его вручную. И я на самом деле советую так и сделать, так как подключение к координатору привязано к его IP-адресу, он должен быть фиксированным. Следующая страница настройки Wi-Fi. По умолчанию она не активна. Делать изменения тут можно после того, как будет выбран режим работы Wi-Fi. После поиска, выбора и подключения к беспроводной сети, тут также можно настроить либо автоматическое, либо ручное получение IP-адреса. Идем дальше. Настройки для работы с ZigBee2MQTT и ZHA. Порт по умолчанию 6638. Менять его без особой необходимости не надо. В нижней части окно, из которого можно скопировать настройки для системы управления. Для ZigBee2MQTT это настройки для порта, адрес и скорость, а также дополнительная настройка мощности. При этом тесте я решил обойтись только адресом порта, покажу чуть далее. Аналогично настройка для официальной интеграции Home Assistant ZHA, которая также умеет работать с этим координатором. В настройках безопасности можно отключать веб-сервер после того, как будет подключен клиент ZigBee2MQTT или ZHA, либо включить аутентификацию. Тут же можно задать логин и пароль. Система и настройки. В этом окне можно изменить имя устройства, интервал обновления. Есть кнопки для перезагрузки ZigBee или ESP. Управлять диодами и режимом работы. На второй вкладке этого окна находится поле для загрузки прошивки, консоль и перечень системных файлов. И последнее окно информационное. Тут собраны все необходимые ссылки. На сайт проекта. На прошивке, как стабильную, так и версию для разработчиков. Есть возможность отправить отчет об ошибке и контакты. А здесь можно посмотреть, как веб-интерфейс адаптируется на экране мобильного устройства. Все очень удобно, все опции доступны к просмотру и изменению. Давайте рассмотрим случай, когда координатор будет устанавливаться в дополнение к уже существующему USB-стику и рабочему ZigBee2MQTT. Причем это может быть не только в качестве второй сети, но и для плавного процесса перевода устройств из одной сети в другую. В магазине дополнений сейчас доступен только один репозиторий ZigBee2MQTT и он уже установлен. Нам нужно добавить еще один. Для этого идем в меню репозиториев. Копируем адрес уже установленного репозитория и вставляем его в нижнее поле. Необходимо сделать какое-то незначительное изменение в адресе, чтобы система не считала его дублем. В данном случае я забрал букву S из HTTP. Второй репозиторий добавился успешно. Причем после добавления недостающая буква вернулась на место и тут адреса выглядят совершенно одинаково. Вот так это все выглядит в магазине аддонов. Тот что с синей полоской сверху установлен, второй еще нет, давайте поставим. Я выбрал стандартную версию. Есть еще вариант для разработчиков и прокси для уже запущенного на другом сервере экземпляра. Устанавливаем, пока все стандартно. После установки на странице дополнений будет примерно такая картина. Первый запущенный и второй пока не активный это дубликат. Наша задача состоит в том, чтобы второй экземпляр никак не повлиял на работу первого и работал с ним параллельно. Самому Home Assistant совершенно все равно сколько дополнение ZigBit MQTT запущено, так как все они будут работать с одним MQTT. Вот так выглядит страница конфигурации первого дополнения. В 99% случаев тут все настройки по умолчанию, так как обычно никто ничего не меняет, устанавливая его первый раз. У меня большинство настройок тоже стандартные, такие как путь папки конфигурации, топик в MQTT. Порт для подключения по умолчанию 84-85 его тоже придется изменить, так как два дополнения не смогут находиться на одном и том же сетевом порте. Теперь перейдем на страницу второго, еще не запущенного дополнения. Первым делом меняем путь к папке настроек. Как именно она будет называться не важно, главное что по другому. Я просто дописал цифру 2. В разделе MQTT, кроме пути к серверу, я дописал еще топик для работы с этим дополнением, тут я тоже добавил цифру 2. Логин и пароль по большому счету можно не дописывать и не появятся при запуске автоматически под специальным системным пользователем. У меня в Mosquito сервере заведен отдельный пользователь, я указал его. Сетевой порт тут тоже особо не придумывал, просто указал следующий после первого дополнения. Главное чтобы он был другой и свободен. Так выглядит мой вариант файла конфигурации для zigbee.mqtt у первого дополнения. Раньше все настройки хранились только в нем и это было удобно. Сейчас почти все перенесено в интерфейс и проблема заключается в том, что не запустив дополнение до интерфейса не добраться. Ситуацию исправляет только то, что старый способ все еще работает. Вот что я делаю, дополнение еще не запущено, мы пока готовимся к его запуску. Создаем папку, путь которой указали в конфигурации. В ней создаем пока пустой файл configuration.yamu, если он будет, то при запуске аддон считают конфигурацию с него. В разделе mqtt дублируется то же самое, что указано на странице конфигурации аддона. В текстовом варианте этот шаблон вы найдете по ссылке в описании под видео. Далее указываем путь к координатору, его IP адрес и порт, который указан на странице параметров zhi и ztom в веб интерфейсе. Кстати, на странице конфигурации в интерфейсе я его пропустил. Это дублирование параметров немного путает, все-таки хранить в одном файле намного удобнее. А вот путь к папке указывается только в интерфейсе. Далее обязательно нужно изменить panid сети, чтобы она не совпадала с той, что есть. По-хорошему и при настройке первого экземпляра лучше уйти от настроек по умолчанию. Канал можно не менять, но я на этом сервере использую 15 вместо 11, он тоже стандартный. Тут в сетевом ключе я для каждого дополнения меняю набор цифр. Просто в случайном порядке меняю одни на другие, например 7 на 2, 10 на 8, 0 на 4. Каждый аддон имеет свой уникальный panid и ключ. Остальные настройки могут быть идентичными. Ну что, теперь запускаем второе дополнение. Все что можно для избежания конфликтов мы сделали. Включаем опцию Watchdog и отображение иконки в панели слева, теперь их две. Оба ZigBee 2MQTT активны и запущены. Это первый экземпляр, тут тестовая сеть, в которую подключаю устройство, по которым пишу свои обзоры. Тут подключено реле с энергомониторингом и ZigBee пульс с прямым биндингом, обзоры на них вы найдете у меня на канале. Второй, только что настроенный нами экземпляр ZigBee 2MQTT. Тут пока устройств никаких нет. Актуальная на дату видео версия 1.29.1. Прошивка ZigBee модуля от 19 февраля 2022 года. В разделе настроек в интерфейсе видим, что сюда подтянулся указанный нами в конфигурационном файле panid. Поэтому работающий первый ZigBee 2MQTT не помешал старту второго. Топик МQTT тоже свой. На уровне брокера конфликтов тоже нет, каждый из дополнений живет в своей собственной ветке и не мешает друг другу. Для теста подключим что-нибудь. Под руки попалась тестовая кнопка Xiaomi. Процесс подключения совершенно стандартный. Вот так выглядит структура топика в Mosquito Broker. В ветке первого аддона два устройства пульта реле у второго кнопка. Для Home Assistant тут свой топик, в котором будут устройства из обоих аддонов. У меня тут кстати еще и SLS шлюз живет, так что по факту три сети. Сам же Home Assistant не имеет никакого понятия сколько сетей и координаторов на него работает. Ему это и не надо. Он работает с одной единственной интеграцией MQTT, которая и считает тот самый топик Home Assistant. А ветки устройств в нем создают оба аддона, а в моем случае еще и SLS шлюз. Список устройств тут их пять. Два с первого ZigBee 2MQTT, одно со второго. Кроме этого SLS шлюз и еще одно реле подключенное к нему. Интеграция взаимодействует со всеми ними. Вот кнопка из второго аддона. А это реле из первого. При создании автоматизации устройства прекрасно работают друг с другом. Например нажатие той кнопки может переключать состояние этого реле. Чтобы понятно было всем, покажу пример не в коде, а в конструкторе. Но я как многие знают, приверженец написания автоматизации вручную. Кстати координатор работающий в сетевом режиме может находиться не только в другой комнате, но и в другом городе. Если вы организуете канал передачи данных между ними, вполне сможете удаленно управлять его устройствами. Рассмотрим и вариант подключения координатора к штатной интеграции ZHA. Устройство кстати определяется автоматически. Либо интеграцию можно выбрать из списка вручную. Еще важно уточнение, один координатор не может одновременно работать и в ZigBee 2MQTT и в ZHA. А вот два разных координатора могут. Свой первый экземпляр ZigBee 2MQTT я не трогал, остановил только второй. Тип радио выбираем сообразно нашему координатору ZNP. Адрес копируем из веб-интерфейса. Для частоты эксперимента я изменил IP адрес, указав его вручную. Тут я выбрал стереть настройки и сформировать новую сеть. Финальный шаг, добавляется новый координатор. Теперь у меня не только две сети на этом сервере, но и две системы управления ZHA и ZigBee 2MQTT. Если совсем точно, то три, так как есть еще и SLS. Вот так выглядит его страница интеграции с ZHA. Можно приступать к добавлению новых устройств. Вот реле для Дин Рейки, про которое я рассказывал в одном из своих недавних видео. Его страница. Устройство управляется, данные по энергомониторингу есть. Все работает полностью в штатном режиме. Ну и кнопка та самая, которую подключал на второй экземпляр ZigBee 2MQTT. Ее страница. Как видно справа в логе, все работает, на нажатия возникают и передаются события. В первом экземпляре ZigBee 2MQTT я ничего не трогал. Реле и пульт находятся там и работают через интеграцию MQTT. А это пример автоматизации, в которой кнопка подключена через ZHA, будет переключать реле, которая подключена через ZigBee 2MQTT. С тем, что подключена в SLS, все точно так же. Для Home Assistant нет никакой разницы. Как мы видим, при помощи сетевого координатора можно решить массу задач. Таких как создание дополнительной второй, третьей, четвертой ZigBee сети для инсталляции с большим количеством устройств, для больших помещений, в том числе многоэтажных или вообще удаленных при условии каналов связи между ними. Также при желании, вы можете одновременно запустить ZigBee 2MQTT и ZHA, если хотите сравнить, либо использовать какие-то устройства в одной, а какие-то в другой системе. ZHA можно использовать стиком на чипе EFR32, а ZigBee 2MQTT с героем обзора по сети. В общем, полная свобода действий, в зависимости от того, что именно вам нужно. Что касается Home Assistant, то ему совершенно безразлично, сколько у вас сетей и координаторов. Для него все устройства равноправны и могут взаимодействовать друг с другом через автоматизацию. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете все нужные ссылки на текстовую версию конфигурации, магазины, где можно купить координатор, другие обзоры по схожей тематике. Там же есть ссылка на мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok